всем привет всем привет как не видно как не слышно давайте напишем в чатик если не видно и слышно я хочу вам знать что сказать вы молодцы все что я хочу сказать сейчас мы с вами поразбираем некоторые задания вот и всем привет веточка ну-ка ой я идем отлично окей сики окей сики ну что бессонные ночи 2.0 продолжаются и мы с вами сегодня встречаемся для того чтобы разобрать некоторые задания которые были на экзамене реальные вот буквально сегодня сейчас а несколько часов назад сейчас надо вот что посмотреть вот в этом задании к сожалению многие мне его прислали и сказали что в нем были сложности наверное сейчас его объяснять будет очень сложно потому что она в принципе очень простое в плане того что мы его уже несколько раз разбирали но кратенько это здание мы делаем по формуле содержание водяного пара равно относительно влажность умноженное на температуру давайте так сейчас мы с вами посмотрим вот эти задания потом открою чат на большой слайд и мы с вами вместе поотвечаем на вопрос которые у вас возникли хорошо вот вопрос будет много сегодня следовательно здесь мы с вами можем либо у домножить относительную влажность до 100 процентов как мы делали раньше либо можем прям просто взять вот по этой формуле это все посчитать то здесь сложности я думаю не должно было быть правильный ответ здесь будет 3 2 1 вот это здание тоже у многих было у кого было но не такое конкретно очень похожие здание когда дали в 16 здании не сто процентов больше меньше ста а далее ноль целых и изменение численности вот у кого такое было давайте напишите пожалуйста в чат а именно такое шестнадцатое здание вот вид у многих такое было и так во первых сегодня утром прям перед экзаменом я вам написал о том что такое здание будет кто подписан на инстаграм тот это видел кратенько как мы делаем это здание если число у нас с вами больше нуля то есть ноль целых один один неважно то есть больше нуля это у нас с вами увеличение это на с вами увеличение понятно да следовательно какой будет правильный ответ в этом здании и если меньше меньше нуля господи это уменьшение вот следует на здесь правильный ответ будет 1 2 1 2 так отлично отлично давайте смотреть дальше климатограмму к сожалению я не нашел которая была у вас но по вашим рассказам она примерно выглядела вот так у кого была вот такая климатограмма не такая конкретно а похоже на эту и если у вас была климатограмма сколько вас было здесь осадочков подписан где у меня 1200 вот и яна была такая ира я много у кого такая была давайте какой здесь будет пояс какой здесь будет пояс так вижу сколько у вас осадочку было порядка 1600 отлично давайте смотреть смотрите это у нас с вами зима почему потому что здесь температура января ниже чем температуры июня следовательно это уже северное полушария северное полушария в северном полушарии у нас летом преобладают экваториальные воздушные массы влажные а зимой преобладают сухие тропические сухие тропические следовательно как мы это должны были спасибо написать и оформить Следовательно, мы его должны были оформить следующим образом В первом пункте мы должны были написать, почему северное полушарие А во втором пункте мы должны были написать в целом все, что мы видели на климатограмме Это субэкваториальный пояс Тут смотрите, амплитуда температур от 24-25 до 30 примерно Это у нас с вами, из-за того, что у нас видна сезонность, прям четко видна сезонность Это у нас с вами будет субэкваториальный пояс Да, можно было разделить, абсолютно верно Так Стакан Второе задание, там 4,1 грамма воды, пара 3 градуса Цельсия, это нормально Ну, смотря, какие у тебя дальше были цифры Вот Да, да, есть задания такие Разберем сейчас Окей, смотрим дальше Следующее задание Сейчас будут задания, которые мы уже даже разбирали немножко Вернее, одно задание, которое мы уже разбирали И дальше будут задания, в которых будут только ключевые слова Там не будет полностью написана картина Но по ключевым словам вы поймете, это ваше задание или не ваше Итак, здесь мы уже объясняли с вами, правильно? У нас сдается водохранилище У кого было такое здание? Напишите, пожалуйста, в чатике Здесь у нас с вами задается водохранилище Здесь ставится гидроэлектростанция Гидроэлектростанция И, следовательно, у нас с вами водичка сбрасывается отсюда весной Потому что электроэнергия дорогая Вот, у Евгения была И, следовательно, у нас с вами летом вода отсюда испаряется А водички уже мало И происходит обмеление реки Если записать это в формате слов То можно написать, что у нас с вами Во-первых, глобальное потепление, глобальное изменение климата Снега мало, мало поступает водички в реку Следовательно, водичка не набирается в реке И из-за этого нехватка стока Вот А также обмеление стало причиной то, что В низовьях рек, когда мало воды становится Сбрасывает в низовья Именно водичку с гэ В водичку с водохранилищ Вот Е Окей, сейчас в магистрале тоже посмотрим Я думаю, это понятно Мы уже это разбирали Более подробно можете посмотреть в инстаграме Можете посмотреть в инстаграме Так Смотрим дальше Определите страну по ее описанию Я не уверен, что это полное описание Но давайте попробуем его сделать вместе Его сделать вместе И если у вас есть какие-то мысли по этому поводу То давайте напишем А там же уже в условии было написано промежень Да Да, Виктория Да, Вика Да-да-да Должны Итак, что это у нас? У кого-то это уже было здание У меня это было Аргентина 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 Но в целом В целом Омывается водами двух морей написано По этому описанию Это похоже на Аргентину 90% городского населения На западе горы На западе горы Правильно И еще здесь саванны, степи И полупустыни-пустыни Полупустыни-пустыни Здесь встречаются где? Они встречаются прям сильно-сильно южнее Вот Поэтому здесь больше подходит У нас с вами Аргентина Больше подходит Аргентина Вот Смотрим Дальше Граничность с двумя государствами Не имеет выхода к морю Буддизм Имеет запасы нефти Давайте вот здесь посмотрим Это тоже чисто ключевые слова Которые я выписал у вас Это не полное описание страны А чисто по ключевым словам У кого было вот такое здание? Напишите, пожалуйста, плюсы в чат Вот У Елизаветы было такое здание Да Здесь все прям повезло Повезло Это чисто мы понимаем Это Монголия Это Монголия Думаю, всем понятно Да Буддизм Очень ключевое слово Потом Два государства Это Россия и Китай И не имеет выхода к морю В целом все простенько Вот У нас в нескольких регионах Находятся две штуки ГЭС Это Иркутская Оласть Это Красноярский край Там стоят по две крупных ГЭС Так Ничего резко континентальный здесь был Окей Смотрим еще Создание выхода хранилищ Может изменить режим реки Подходит ли нам это Или не подходит В третьем задании Подходит ли нам это Или не подходит У кого-то было это в третьем здании Вот Давайте решим Подходит или нет Так Почему не подходит Смотрите Мы создаем водохранилище Что такое режим реки Режим реки Мы с вами записывали Это паводки-половодья Паводки-половодья Правильно? Чаще всего Межень паводки-половодья Если мы создаем водохранилище Мы контролируем воду Мы контролируем воду Следовательно здесь Жестких паводков Не будет Здесь жесткой межени Если человек только Не допустит ошибку Тоже не будет Поэтому это нам подходит Создание водохранилищ Могут менять режим реки Могут менять режим реки Вот Это понятненько? Естественно тебя видно Так Сейчас посмотрим Муся Тоже посмотрим Это здание Давайте вот это Сложное здание Я, если честно Его еще не читал Вот Потому что мне его отправили Буквально за несколько минут До вебинара Так Стакан не флуди Сейчас удалю Я уже тебе отвечал На вопросик Относительно влажность Не может быть больше 100% Не может быть больше 100% Да Ух Тут урутух Маша Аккуратнее Итак Муся Еще раз Сейчас посмотрим Это здание Не торопись Давайте вот здесь Вот здесь Что Да Спасибо большое Это было в Саратовской области Что здесь мы с вами пишем Формула для 34 здания У нас с вами есть столбцы В 34 здании Вот тут Вот тут Да Сейчас я их попробую Вот так написать Вот тут Ну типа Я сейчас максимально Убого это сделаю Просто чтобы вы поняли Для 34 Пока вы пишете ответ На этот вопрос Так Следовательно Если нам нужно Для этого года найти В 34 здании Мы из вот этой Из вот этой вот красоты Давайте Вот такого цвета Вычитаем Вот такую красоту Вот такого цвета И из этой красоты Уже вычитаем Вот такую красоту Вот такого цвета Вот Это для 34 здания Так Здесь давайте Смотрим Почему нужно Охлаждение Нижней части дороги И зачем нужно Много мостов И зачем Охлаждающие установки Мы сегодня посмотрим Один из вариантов Который переписан Нашим учеником Одним Вот Там будут прям Все-все-все задания И возможно Это будет ваш вариант Вот Потому что мне сегодня Несколько человек Этот вариант Прям присылали Не этот вариант От заданий Из этого варианта Присылали Так Первое Это большое количество рек Правильно? Большое количество рек И поэтому нам нужно Строить много мостов Есть Первая причина есть Вторая причина Зачем нам нужны Охлаждающие установки? Зачем охлаждающие установки? Лиза, да Лиза, а тебе засчитают Этот вариант? Так Ну-ну-ну-ну-ну Запись Да, запись идет Запись останется Напиши мне В инстаграм По ссылочке В описании Есть инстаграм В итоге Смотрите Зачем нам Охлаждающие установки Вот в этих условиях Вот в этих условиях Потому что Здесь у нас с вами Во-первых Много причин Можно привести Одна из причин Это у нас с вами Многолетняя мерзлота Правильно? Многолетняя мерзлота И поэтому Летом Когда она будет Оттаивать А оттаивать она будет У нас могут Наши мостики Наши железные дороги Развалиться И поэтому Охлаждающие установки Можно привести Именно для этого Вот я вижу Правильный ответ Аделия красоточка Аделия красоточка Да Или шаркий климат Он тоже повлияет То есть он как следствие Многолетней мерзлоты Оттаивания Многолетней мерзлоты Вот Я прям рад Что вы понимаете Давайте еще Вот такое здание Посмотрим Город Стамбул Турция 41 градус Северной широты И Лагос 6 градусов В Нигерии Находится на относительно Одинаковом расстоянии От северного тропика Почему в июне Суммарная солнечная радиация В Стамбуле В полтора раза больше Чем в Лагосе Укажите Два довода Ребятки Давайте поставим лайки Вот кто-то Кто-то тут Сказал Что нужно поставить лайки Я прям Соглашусь с вами Желательно Там нужно было Указать мерзлоту Иначе зачем вам Еще охлаждающие установки Вот Но в принципе Там и про температуру Можно сказать Про то что Резкоконтинентальный климат Летом все сильно нагревается И поэтому Может там происходить Деформация К примеру То есть это тоже Можно было привести Е Абсолютно верно То есть у нас В Нигерии В Нигерии В Лагосе У нас с вами Будет больше Потому что здесь У нас с вами Суб Тут даже экваториальный И субэкваториальный пояс То есть на границе Экваториального Субэкваториального пояса То есть давайте представим Что экваториальный пояс Тут постоянно у нас Высокая облачность Высокая облачность Не пропускает Солнечные лучи Если Высокая облачность Не пропускает Солнечные лучи К чему это может привести К тому, что у нас с вами поступление будет меньше. А вторая причина у нас что будет? Посмотрим сейчас про вырубку леса. Так. Какая вторая будет причина? Ну-ну-ну-ну-ну-ну, раскричались про Германию. Давайте, вторая причина в чем? Большая продолжительность дня. Большая продолжительность дня. Молодцы, молодцы. Вот, угол падения одинаковый. Вот если здесь напишите про угол падения, это неправильная причина. Так. Что если забыл написать про то, что Стамбул севернее, хотя все расписал про воздушные массы и прозрачность атмосферы? Ну, воздушные массы и прозрачность атмосферы – это одна причина. Вторая причина – это про продолжительность дня. Если ты не написал про продолжительность дня, то это только один балл, к сожалению. Так. Е. Надеюсь, здесь все понятно. Готовы вариант посмотреть? Девочки, готовы вариант посмотреть? Так. Окей. Еще раз. Он будет у нас написан от руки. Тут будет не полностью все задания, но давайте мы его посмотрим. Это у нас с вами Москва плюс 4. Вот. Давайте смотреть. Населенный пункт… Где ты мой? Здание. Добрянка имеет географические координаты 58 градусов северной широты и 56 градусов восточной долготы. Определите, на территории какого субъекта находится этот город. Вот. Могут ли избыточные поливы привести к засолению почвы? Могут. Могут. Вот. Получается, это первый вопросик. Итак, что у нас будет здесь в первом задании? Давайте быстренько. У кого такой вариант был? Давайте три плюсика в чат. Что у тебя в 29-м попалось? Кристина. Вот, Кристина. Прекрасно. Итак, второе задание. Расположите пункты в порядке повышения температуры. Как мы температуру находим? По формуле, правильно? Температура равняется нас чему? Мы с вами содержание водяного пара Делим на относительную влажность воздуха. Вот. Е. Да, тут смотрите. У кого-то может достаться, к примеру, Добрянку. У кого-то может быть, а остальное все будет другим. У кого-то, наоборот, первое задание будет другим, а остальные будут совпадать. Вот. Идем дальше. Какие суждения верны? Смотрим. Рациональное природопользование, примером рационального природопользования является использование попутного газа для производства электроэнергии на ТЭС. Это подходит. Атомные электростанции являются основным источником выброса атмосферы в атмосферу серы. Не подходит нам, потому что серы выбрасывают у нас с вами цветная металлургия, а не атомные электростанции. И неправильное орошение в засушливых районах может привести к их засолению. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Вот. Так. Смотрим дальше. По Половодию был текст. Во время Половодия затапливается что? Пойма или водораздельный хребет? Быстренько. Давайте. Пойма или водораздельный хребет? Девочки. Во время Половодия. Пойма. Молодцы. Затапливается пойма. Дальше. В центральной части России Половодия наступает в какой период? В летний или весенний? В центральной части России, мы говорили, они наступают в весенний период, а в азиатской части России, даже в муссотном типе климата, у нас с вами летний период. В летний период. Вот. Понятно? Сера не связана с атомными электростанциями. Нет, вообще нет. Так. Так. Хорошо. Где наименьшая плотность населения? Тут карту нарисовал кто-то в беседке. Где наименьшее? Наименьшее у нас будет здесь, здесь и здесь. Согласны? Вот. По факту карты были такими же, которые были у нас на сайте. Это у нас с вами Азия, тут высокая плотность населения, тут у нас с вами вуссонный климат в Америке. Следовательно, нам подходит вот этот пункт, вот этот пункт и вот этот пункт. Дальше. Расположите страны в порядке увеличения продолжительности светового дня 16 июня. Ну, у нас наибольшая продолжительность будет на севере, наименьше на юге. То есть вот в таком порядке. Дальше здесь с юга на север расположите пункты. Это пролив Дрейка, Карибское море, Гудзонов залив и так далее. Что у нас с вами здесь? Ноунейм, сейчас мы с тобой посмотрим. Тут такое же здание, тут такое же здание и есть. Так. Да, 1, 2, 3. Ну, тут в порядке возрастания ИРЧ, ИРЧП, ИЧР. Нигерия, Венесуэла, Норвегия. Дальше. Центральная Россия. Опять, платформа, опять то же самое. Восточноевропейская платформа в Центральной России, она у нас древняя. Потом, руды в Курской, Белгородской, это у нас железные руды. И в каком чехле? Чехол у нас какой? Чехол осадочный, фундамент кристаллический. Дальше. В каких районах целлюлосно-бумажные комбинаты? Иркутская область, Коми, Архангельская область. И дальше. Крупный производитель и экспортер нефти или каменного угля. Саудовская Аравия нефть. Основная электроэнергия вырабатывается на ТЭС. И культурой у нас является финиковая пальма. Согласны с этим? Да-да-да, ребят, вот Аделя вам написала. Я сейчас хочу разобрать вот этот вариант быстренько, чтобы потом ответить на ваши вопросы. Е, восемнадцатое. Марокко, Индонезия, Ангола. Так, Марокко, Индонезия, Ангола. Смотрим. Марокко у нас с вами что? Это вариант Москва плюс 4. Так. Рабат. Индонезия, Джакарта. И Ангола это на что? Ангола, Луанда. Дальше. Крупные производители и экспортеры каменного угля. Каменного угля. Давайте. Что мы здесь выбираем? Все боялись Китай, и в итоге Китай дали. Что значит Москва плюс 4? Четвертый, ой, господи, пятый часовой пояс. Пятый часовой пояс. Таня, войди в чат, пожалуйста. У кого-то была Австралия, у кого-то не было Австралии. У кого-то был Китай, к примеру. То есть здесь нам не подходит Бразилия. Бразилия нам не подходит. Вот. Идем дальше. Ну, самолет вылетел, здесь все понятно. Давайте 24-25 сделаем. Находится в западном восточном полушарии, одна из самых больших на материке. Бывшая колония Франции. Преобладает пустыня. Не имеет выхода к морям, а, имеет выход к одному из морей Атлантического океана и является членом ОПЕК. Давайте. Не Канада точно. У Венесуэлы. Или у Венесуэлы будет больше, чем у Нигерии. Да, да, молодцы. 29-й, о, 25-й, давайте посмотрим. Край, выход границы, не имеет выхода к морю, преобладают горы, тайга и животноводство. Давайте. Край, выход границы, нет выхода к морю, преобладают горы, тайга и животноводство. Забайкальский. Забайкальский. Или Алтай. Тайга, ребят, тайга. Обращайте внимание, Тайга. Все-таки Болтайском у нас с вами будет не Тайга. Там будет переход от степей уже. Давайте вторую часть посмотрим. У кого были такие здания? Давайте. Вот, были, были. Видите, ребят, таких много. Давайте, что мы пишем в первом? Что мы пишем в первом, ребятки? Многим достались корабли простые, я за это искренне рад. Итак, 29-е, что мы пишем? Как посадки леса способствуют ослаблению водной эрозии на береговых склонах рек и подмыванию берегов? Согласен, вариант простой. Ну-ну, ребят, давайте, давайте, аргументики по 29-му зданию. Сейчас будем разбирать еще другие здания, которые вы напишите. Удерживают корнями почву, закрепляют корнями почву, удерживание почв, хорошо. А вторая причина? Да, можно ли корабликах умножать на 111,3? Можно. Е. Е-е-е, молодцы. То есть, первая причина у нас в том, что корни закрепляют почву, и поэтому у нас не происходит подмывание берегов. И вторая, почему у нас ослабляются водные эрозии, потому что деревья питают водой. И то есть, они забирают лишнюю влагу, и они, ну, собственно говоря, по-разному можно привести. То есть, вот, деревья удерживают влагу, они удерживают влагу, и они закрепляют почву. Ответ на 29-е здание. Тридцатое. Где солнце поднимется раньше? Лето. Давайте летом. Где солнышко поднимется раньше летом? Ну, собственно, здесь все просто. Выбираем самый восточный пункт. Это у нас с вами либо А, либо Б. И выбираем с вами пункт, который находится у нас, если это лето, то севернее. То есть, севернее. То есть, это Б и В. Следовательно, здесь нам подойдет пункт Б. Пункт Б. Так. Да, Амми, у тебя верно. У тебя верно абсолютно. Здесь Б. Так. А приедите долготу пункта, если в полночь по времени Гринвича в этом пункте 2 часа 40 минут. Разница во времени какая? Разница составляет у нас 2 часа 40 минут минус 0 часов равно 2 часа 40 минут. Вот. Разница 2 часа 40 минут. Теперь мы что делаем? 2 часа 40 минут умножаем на 15 градусов. Получается 2 на 15 – это 30. И 40,6 на 15 – это на сколько будет? Это 2,3 на 15 – это 10. Следовательно, 40. Правильно? То есть, у нас с вами будет, получается, здесь 40. Хорошо. Какая это будет долгота? Восточная или западная? Времени в пункте больше, чем на Гринвича, поэтому ответ мы записываем так. 40 градусов восточной долготы. Вот. Понятно? Вот это здание. Вот если был 1 час 40 минут, то мы бы 15 сложили плюс 10, у нас бы получилось 25 градусов восточной долготы. Если бы был 1 час 40 минут. Вот. Спасибо большое. Итак, здесь, я думаю, все понятно. Есть ли еще какие-то вопросы? Или вывожу чат и отвечаю на ваши вопросики? Давайте выведем чат с вами. Само слово можно не писать, главное сам вывод написать. Так. Ой, сейчас я буду останавливать чат, то я так ничего не успею. Расположена в южном и западном полушарии одна из самых крупных по площади на материке, много территорий и пустыни. Южная и западная, одна из самых крупных по площади, много территорий и пустыни. В принципе, вот чисто по твоему описанию подходит, но я думаю, что там было еще что-то, что могло подсказать. Какие отрасли способствовали развитию в Кемеровской области машиностроительного завода? Близость сырья, близость потребителя. Левис. Близость сырья и близость потребителя. Так. Да, Карина, да, такое возможно. Когда циклоны? Когда циклоны есть ветер, зимой более теплые воздушные массы и это область пониженного давления. Если найти здесь разницу, у вас одинаковая широта и разная долгота, тогда здесь точно вот так было, Юля? Просто здесь у тебя, если разница долгот, то тебе нужно находить... А, ну тогда тут почти 111, поэтому тогда тоже можно на 111 умножать. То есть это уже разница долгот. Поэтому здесь, да, 3 на 111, 333. Вот. Так, запоминалка не подошла. Какая запоминалка не подошла? Ой, как много я потерял уже. Так. В смысле? Алло. Ты про... Какое здание? Если это ты здание номер 26, то не засчитают. Не засчитают. Можно либо 400, либо 410. Так. Муся. Я говорил на вебинарах, как поступать в этом случае. Нужно делить на сантиметровое значение линейного масштаба. То есть твой профиль должен был быть 8 сантиметров ровно. 8 сантиметров ровно. Но плюс-минус 2 миллиметра тебе могут засчитать. Если забыл написать градусы, минус 1 балл. Так. Где сельское хозяйство у нас будет больше? В Непале или в Пакистане? Давайте все вместе ответим. Непал или Пакистан? Смотря какой вопрос. То есть, если вопрос, как изменится режим реки, то тогда да. Если про... То, что... К чему может привести вырубка лесов к изменению уровня воды в реке? Да. А почему вырубка лесов – это плохо? И что делают деревья? Тогда вы... То это не подойдет. Тут нужно говорить про именно, что сами деревья делают. Вот. Все засчитают тебе. Не переживай. Вот, Илья. Данная область находится в азиатской части России. Население меньше 1 миллиона человек. Через нее экспортируют нефть. Через нее происходит трассип и бам. Трассип я вам давал в шпорах, мастерам рефреша. Центр области машиностроения, судостроительство. И еще что-то. В сельском хозяйстве в области в целом преобладает соя и мясо-молочное животноводство. Давайте. Что это будет за ответ? Вот в этом здании. Давайте поможем Илье. Так, девочки. Это что, так много уже было? По поводу Байкала. Там было про режим реки, Мари. Если там сказано, как изменится режим реки, то изменится межень и изменится поводок и половодье. Вот. Я помню, кто-то кидал такое здание, но я его не успел полностью посмотреть. Да, вот это тоже норм. Это тоже норм. Если было 22 часа 40 минут, то находишь разницу. 23 часа 40 минут. И получается, это час 20 минут у тебя разница. И уже час 20 минут ты умножаешь на 15. И у тебя уже будет западная долгота. Если это у тебя было в полночь по Гринвичу. Так, давайте я вернусь вниз. А то... Скольки государствами граничит Приморский край? Если я ответил, что в Стамбуле длиннее летний период, летний сезон, то мне засчитают? Пока спорно, Кристин. Не могу ответить точно. Вообще, это не совсем верно. Но будем надеяться, что они тебя поймут. АЭС не вырабатывает углекислый газ. Нет. АЭС не вырабатывает углекислый газ. Стакан, я уже отвечал на твой вопрос. Азимут 299. Нормальный азимут. Все хорошо. Да. Коэффициент увлажнения юга Урала больше или меньше единицы? Урала, именно юга Урала. Юга Урала меньше единицы. Я сегодня кидал рефрешу, когда мы узнали про то, что будет коэффициент увлажнения, табличку. Можно мне написать в личку, да? Так, ой, ребятки, скиньте мне само задание по Роснефти, пожалуйста, я его не видел еще. Так, про Якутскую магистраль уже обсуждали. Е. Давайте. Что способствовало строительству газохимии в Самарской области? Сырье, потому что здесь добывают газ. И второе, потребитель. Все. Так. Развитая монархия импортирует топливо и производит машиностроение и развита химия. Импорт топлива, машиностроение, химия. В принципе, сюда подходит и... Сюда подходит много. Сюда подходит и Великобритания, тоже импортирует. И Испания подходит. Наверное, там в Арсении еще была какая-то добавочка. Вот. Если еще какая-то была добавочка, то это подходит под Японию, но еще подходит под несколько других стран. Поэтому там еще должны были какие-нибудь быть фразочки. Так. Попалась задача с кораблем. Я потерял. Где были координаты широты одинаковые, а долгота разная? Напиши, пожалуйста, координаты долготы и широты. Если у тебя была широта около экватора, то там нужно было умножать на 111. Если не около экватора, то ту табличку, которую я давал. Давайте ответим на этот вопрос. Граничит с двумя странами Европейского Союза, две страны Европейского Союза, выход к морю, крупная АЭС, машиностроение. В принципе, это подходит только под один регион. Так. Давайте поможем. Что у нас тут было? Ну, делить расстояние, умножать широту. А, ну вот, Алина, тогда у тебя, видишь, возле экватора. Возле экватора можно умножать на 111. Возле экватора на 111. Видите, ребят, я вам говорил, что они будут давать вам разную долготу. Они начали давать разную долготу. Это говорит о том, что дальше, то есть вас это уже не достанет, они могут давать и другие долготы. Вот, и другие широты. Да, это ленинградская, молодцы. Область, имеющая государственную границу с Россией, менее миллиона человек, работает крупная АЭС, является центром машиностроения и рыболовных снастей. Давайте. Менее миллиона населения области, крупная АЭС и центр машиностроения. Давайте подумаем. Ну, смотри, здесь, в принципе, подходит, к примеру, Амурская область. Вот. Но сюда подходит и... Нет, на самом деле, сюда много чего подходит. Наверное, тут еще было что-то. Это... Тут еще, наверное, что-то было. Так. При суммарном коэффициенте рождаемости численность населения со временем сократится. Численность женщин сократится. Это... Численность населения Таиланда уменьшится. Это, да, один балл. Это один балл. Вот это, по факту, у тебя... То, что у тебя спрашивают в условии. То есть, то же самое переписал в первую причину. Это неправильно. Если я правильно понимаю, здание, которое у тебя было. Так. Самые густонаселенные на Кавказе с горами и... ТОПы ГП. Ну, в принципе... Хорошая ГП. Наверное, еще что-то было. То есть, однозначно про Краснодарский край так сказать нельзя. Но, в принципе, это подходит, этот Краснодарский край. Так. Смотрим. Если про Роснефт написать, сырьевой фактор. Ребят, не знаю, что там было с Роснефтью. Омывается водами двух океанов. Сейсмическая активность, миграционная убыль населения, более 100 миллионов. Добыча золота – это Мексика. Два океана, сейсмоактивность, миграционная убыль, население более 100 миллионов. Да, это Мексика. Да, это Мексика. Так. Страна входит в ТОП-10. Экспорту топлива, продовольствий и горнодобывающая промышленность сельского хозяйства. Плотность населения – 3. Связанность с внешним миром только с судами и воздушным транспортом. Ну, да. Вот. Если так, топливное, горнодобывающее, сельское хозяйство. В принципе, да. Так. Где сфера услуг преобладает? В Японии. Если в Китае 50% не рождают детей. Демографией? Ну, тут рождаемость, неважно какой фактор, это демография. Дальше. Эта область омывается несколькими. Морями, видимо, одна из самых крупных по территории. Лидер по производству целлюлозной бумажной промышленности. Да, подходит. Так. Если в 28-м указано в одном сметре 50 метров в горизонтальном масштабе, надо расстояние умножать на 2. Если у тебя масштаб самого плана будет в одном сметре 100 метров. Можно ли подать апелляцию, если написал продолжительность дня, угол падения солнечных лучей? Так, ну вот, если ты про то здание, которое мы разбирали, именно связанное с тем, что там Нигерия и Габон, или что там было, Нигерия и Турция, то угол падения солнечных лучей – это неправильный ответ. Это ошибка. Об этом уже сказано в условии. Потому что они находятся на равноудаленном расстоянии. Поэтому это, скорее всего, те не засчитают даже на апелляции. Так, протекает одна из самых длинных рек в европейской части, добывается нефть, столица древнейший город – миллионер. Ну да, это Татарстан. Во Франции овцеводство или молочное животноводство? Овцеводство – это сразу в горных районах, поэтому тут будет животноводство. Реки Центральной России впадают в Атлантический океан? Конечно, впадают в Атлантический океан. Дон-Днепр впадает в Азовское море. Потом Нева, Западная Двина. Да, есть, конечно, в Атлантический океан они впадают. Так, пирамиды. В общем, нужно было написать, почему сократилась рождаемость и увеличилась смертность. Сократилась рождаемость и увеличилась смертность. Если вам говорят не про суммарную рождаемость, то зачем вы приводите женщин? Тут нужно сказать, рождаемость могла сократиться из-за чего? Хотя да, рождаемость могла сократиться из-за того, что количество женщин уменьшится. Абсолютно верно, абсолютно верно. А увеличится смертность из-за того, что увеличится доля пожилого возраста. Увеличится доля пожилого возраста, из-за этого увеличится смертность. Вот. Так. Демография, демографическая политика – разные вещи. Демографическая политика мы с мастерами разбирали, на рефреши разбирали. Это когда у нас государство вводит жесткие меры. К примеру, Китай говорит, вы можете рожать только двух детей, третьего ребенка я вам не позволю рожать. Или вы можете там, не знаю, что еще там, Индия аналогично. Демографическая политика – это политика, политика государства. Там обязательно государство должно вводить какие-то ограничения. Просто люди не рожают в горах, потому что там тяжело рожать. Это не демографическая политика. У меня была область, находящаяся в азиатской части России, выход государственной границы, в центре области горно-шахтная машина строения. Там производят рыболовные суда, и в этой области имеется две ГЭС. Так, интересно, давайте. Кто что думает? Просто уже об этом здании написали два раза до этого, и там везде была разная формулировка. Я уже боюсь немножко говорить. Так, 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 так. Амурская. Иркутская. Так, еще. Ребят, давайте сейчас будем отвечать, а то в вашем потоке я все обязательно посмотрю сейчас, что успею. Давайте вот подумаем над этим заданием. Над этим заданием. Где оно? Вот. Азиатская часть России, выход госграницы, в центре горно-шахтная машина строения и производят рыболовные суда. В области имеется две ГЭС. В принципе, это подходит... Так, сейчас я... Секунду. То есть, реально, это подходит под многие ГЭС. ГЭС. Так. Секунду. Иркутская не подходит нам, девочки. Да, Иркутская без выхода границ, поэтому Амурская. Окей. Так. 333, Настя. Здесь у вас в одном градусе южной широты нужно было умножать на 11,2, 11,3. Примерно вот на эту цифру. Но если вы умножили просто на... О, не на 11, а на 111 целых. Но если вы умножили просто на 111, это тоже верно. Так. Омывается двумя морями. Вот вопрос. Омывается двумя морями в двух частях света. Добыча нефти. 90% территории пустыня. Столица. Один из крупнейших городов на материке. На материке. Развитый международный туризм. Легкая пищевая промышленность. Давайте. Добыча нефти. В Египте у нас идется. 90% территории пустыня. Так. Смотрите. Столица. Один из крупнейших городов на материке. На материке. Так. Давайте. Какие у вас есть предположения по этому поводу? Алжир. Интересно. Алжир подойдет сюда? Мне кажется, сюда больше подходит Алжир, нежели Египет. Потому что в Египте у нас... Там нужно было... Там не нужно было округлять до целого числа? А, нет. Не нужно было. Тогда все верно. Верно. Елизавета. Все верно. Не снимут. Ну, Турция. 90% пустыни. Алло. Так. Давайте подумаем. Сколько морей у нас может омывать берега Алжира? Угу. Интересный вопрос. Так. Индо-Китай, два океана, буддизм. Ну да. Тогда будет то еще. Тогда будет нас с вами Египет. Да. Нормальный Азиат. Вот. Самая большая вопроса страна Европы, выход к океану, развитая атомная энергетика. Угу. Старение населения – это большая полувозрастная структура. Эквадор – промышленность, чат, сельское хозяйство. Чат – одна из самых бедных стран мира. В Эквадоре есть хотя бы нефть. Так, Таня. Таня, слушаю. Не 11 километров, а 111 километров. Тебе не снимут балл, естественно. Не снимут. То есть вам засчитают любой промежуток от 111 до 111,7. Вот. Да, да, Франция, Франция. Е. Все понятно. Ребятки, что? Что я хочу вам сказать в финале нашей вечеринке, раз вопросиков больше нет особо. То, что в целом мы с вами большие молодцы. Мы с вами справились. Мы с вами прошли этот сложный экзамен. Что еще вам хочу сказать. В ближайшее время у нас начнутся вебинары по поступлению от студентов разных вузов. Поэтому следите за новостями на канале. Следите за историями в Инстаграме. Следите за группой. В группе будет выходить много информации. В ближайшие дни мы сделаем лайв-трансляцию с географом, картографом, экологом, гидрометеорологом, геологом и педагогом. Вот. У нас будет целых 6 трансляций с разными студентами разных вузов, чтобы вам было удобно, чтобы вы поняли, куда поступать. Если остались вопросы, ребят, можете написать мне в личные сообщения, либо в Инстаграм. Вот. Но лучше на страницу ВК Дмитрия Магеллан. Я вам все отвечу. И вообще хочу сказать, что я вас очень сильно люблю. Всем большое спасибо. Всем большое спасибо. Я стою, Таня. Страна в Европе преобладает АЭС, машиностроение и ей сельское хозяйство. Подходит сюда Франция, Бельгия, сюда много стран подходит. Нужно смотреть, Полина, конкретно еще какие-то формулировочки. Но вообще под твои описания подходят Бельгия, Франция. Все, Бельгия, Франция из крупных. Да, мы начнем с 13-го числа, ребятки. С 13-го числа. В 30-м здании про отрицательное влияние водохранилища. А что там за отрицательное влияние водохранилища? То есть сведение лесов и влияние на флору и фауну в связи с изменением климата. Уф, сложно. Скажи, пожалуйста, что там конкретно было задание, более конкретно. Вот, я тебе более подробно отвечу. Да, Алия, это демографическая политика. Материнский капитал, это демографическая политика. Строительство на Нижней Тунгусске. Экологи спорили. Даша, всем большое спасибо. Вы лучшие. Да, ребят, пишите, пожалуйста, мне лучше на страницу. Тань, я сейчас немножко не улавливаю, пока строительство на Нижней Тунгусске. Экологи спорили. Вот, напишите, пожалуйста, на страницу Магеллана. Еще раз подписывайтесь на канал, потому что здесь будет сейчас много информации выходить, в том числе по поступлению. И мы еще с вами встретимся на бесплатных вебинарах. Поэтому я с вами не прощаюсь, не прощаюсь. Жду ваших вопросов. И хочу сказать, вы большие молодцы. Вы справились с этим сложным испытанием. ЕГЭ по географии в этом году был не самым простым. И то, что вы его сдали, вы большие-большие молодцы. Вас ждет успех и поступление в лучшие вузы страны. Всем большое спасибо за сегодняшнюю трансляцию. И в целом за весь этот учебный год. Не прощаюсь. Пока-пока. Пока-пока.